Пятый канал и Объединение телевизионных компаний представляют. Инна, развяжи меня. Ты что, сдурела, что ли? Наоборот, в себя пришла. Я поняла, что ты не должна ходить по земле. Ты чудовище. Тебя нужно уничтожить. И я нашла способ. Осиновый кол в сердце. А потом я подожгу дом, чтобы очистить землю от твоего присутствия. Инна. Нет! Нет! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Слушай, мне порой кажется, что это я во всей этой фигне виновата. Ты? А ты-то здесь при чём? Так это я тебя со Славой познакомила. Остался бы он с Аленой и жил бы спокойно. А ты иди к ней и покайся. Попроси, может быть, она порчен и ведёт. По-моему, она тебе не откажет. Не откажет. Я же видела, как вы со Славой на кухне целовались. А Алене я ничего не сказала. Хотя мы были с ней вроде подругами. И хорошо, что ничего не сказала. Слава! Что с тобой? В аварию попал. Машина в сервисе, ещё легко отделался. Почти лоб в лоб столкнулись. Слава! Ну что же нам делать? Я думала, она отстанет. Вот это уже серьёзно. Слава, он что, мёртвый? Ладно. Её взяла. Я ухожу. Нет, Раечка, нет. Я люблю тебя. И поэтому я ухожу. Главное, чтобы ты был живой. Алёна, привет. Можешь радоваться. Я в твоём распоряжении. Раиса от меня ушла. В Грецию поехала. В монастырь. Молиться. Откручу. Да, асфиксия. Похоже, это отравление. Москва. Москва. Гибель человека при нетипичных обстоятельствах. Опасность для общества. Необходимо вмешательства управления особой следственной аналитики. Кожухов Ярослав Петрович. 38 лет. Владелец небольшой сети тренажёрных залов. Погиб вчера вечером. Что с ним случилось? В 22.15. Почувствовал приступ удушья. Вызвал скорую. Через несколько минут в панике стал звонить соседям в двери. Скончался на пороге соседской квартиры. Что сказали врачи скорой? Смерть от приступа астмы, но нетипичная. Врачи заподозрили воздействие отравляющего вещества. А вскрытие наше показало. Умер он от вдыхания колерола. Видимо, через ингалятор от астмы. Колерола? Это же наружное средство. Если его вдохнуть, можно сжечь лёгкие. Именно так. Это всё, что нам известно? Ну, пока да. Соседи позвонили на сотовую жене Кожухова, Раисе. Она сейчас за границей в Греции. Точнее, уже в России. Через полчаса прибытия. Обещала дать показания, как только приземлиться. Жена кого-то подозревает? По всей видимости, да. Она сказала соседям, что это убийство. Тебе вызвали полицию. Поезжайте, обыщите квартиру. Я приказал там до вашего приезда ничего не трогать. Потом опечатайте дверь. Раиса Кожухова улетела в Грецию из Шереметьево в 9.35 два дня назад. Алексей Алексеевич, гляньте, что я нашёл на почте Кожухова. Это было во входящих. Когда отправлено письмо? В 22.43 три дня назад. Вот ещё, смотрите, с того же адреса. А вот ответка Кожухова на картинку с аварией. Отвяжись, сука подлая. Хоть заколдусь, а там я никогда райчику не брошу. Ну, наконец-то, хоть одно простое душевное убийство из ревности. Ты отследил отправителя? Да. По IP-адресу это Алена Саблина, 28 лет. Живёт на вершине на 13. Проверь сейчас, где её сотовой. Так, не отслеживается. Антон, на выезд. Вася сбросит точный адрес. Мне нужна Алена Саблина, привезите её сюда. Если у неё нет дома, осмотрите квартиру. Ну, привет, Инуля. Давно не виделись, подруга. Привет. Случилось что-то? Я убила Славу Кожухова. Что? Задушила. Простым заговором. Боже, Инга. Я только сейчас поняла, как это сладко. Быть ведьмой. Заговором? Абсолютная власть. Я могу сделать всё, что захочу. С любым прохожим. С каждым. С собой тоже. Не надо. Я сейчас покажу. Упырь супыриться. Приходи воды напиться. Упырь супыриться. Алена, нет, нет, я прошу тебя. Ты же сказала, ты же сказала, что мы с тобой подруги. Да какие мы с тобой подруги? Ну, разве только... Прислугой тебя оставят жить. Ты же абсолютно бесполезна. Нет, нет, я полезна, я очень полезна. Ну, скажи, ну, скажи, что мне сделать? Спрячешь меня на несколько дней от врагов-колдунов. После первой жертвы я для них слишком уязвима. Если только, конечно, они знают, где я нахожусь. Все будет сделано. Я тебя спрячу. Значит, Алена Саблина добивалась вашего мужа? Врач Славе прописал дышать из этой штуки дважды в день. В десять утра и в десять вечера. По три глубоких доха. А в течение дня он еще дополнительно вдыхал лекарства? Иногда раз или два, не более. Скажите, пожалуйста, сколько ингаляторов у него было? Один, заканчивался, покупал новый. Спасибо, Раиса Артюновна. Она в чем-то лжет, но пока не могу понять, в чем именно. Да, я вижу. Она может верить в колдовство. Помните фразу из письма Кожухова Алене? Помню. Хоть заколдуйся там. Да. Если она думает, что Алена убила ее мужа порчей, то он просто боится, что мы пошлем ее куда подальше с ее подозрениями. Она их и вмалчивает. Опа. А вот и ингалятор. Из ММ и на экспертизу. Лейтенант. Кресты, тресманы. Суеверный был мужик этот, Кожухов. Баба. Это его жены. Смотри, здесь заговор от соперницы. И отдам твоей кости псу. Что за маньяк это писал? Антон, ну почему сразу маньяк? Ты что, никогда не ревновал? Да, ты, конечно, не обижайся. Но жуткий существовал вы женщина. Не без этого. Алексей Алексеевич, в доме Кожухова ни камер наблюдения, ни кончерджа. Сталинка. А вот у Саблиной современный дом. В подъезде камеры наблюдения. Я уже изъял записи и прогнал в программе распознавания лиц. Так, и что? Саблина вышла из подъезда сегодня в 10.30 утра. С тех пор не возвращалась. А на записях есть еще кто-то из фигурантов? Кожухов или его жена? Есть. Кожухов был у Саблиной четыре раза за последний месяц. Последний раз вчера. Вошел в 16.12. Вышел из подъезда в 19.07. Сан Саныч, а на лестничной площадке, где квартира Саблиной, есть камера видеонаблюдения? Нет. Но есть в одной из соседних квартир видеоглазок с функцией записи. Но он видит только стены перед собой. А что на стене? Щит с электросчетчиками. Электросчетчики. Отлично. Изыми у жильцов записи видеоглазка. Антон, вы еще в квартире Саблиной? Да, Алексей Васильевич. Кондиционер. Да, есть. Современно, с термостатом. Пульт от него. Сейчас найду. А я пульт в коридоре видела. Идем, покажу. Вот он, Алексей Алексеевич. Сейчас скину вам фото. Ловите. Алексей Алексеевич, судя по слою пыли, пульт не трогали несколько дней. Ну, собственно, это и не важно. Кондиционер поддерживает нормальную температуру. Кто? Рая Кожухова. Меня здесь нет. Тебя тоже. Соври что-нибудь и отключись. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Раиска, привет. Да ты что, Слава умер? Раис, я очень и очень сочувствую, извини. Но я сейчас во Владимире у мамы, и у тети Оли очень плохо. Мы сейчас все в больнице. Я тебя потом наберу, хорошо? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СОБЩЕННЫЙ ЗВОНОК СОБЩЕННЫЙ ЗВОНОК Дай сюда телефон. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алексей Алексеевич, перешла экспертиза трупа Кожухова. Да, кидаю вам. Чё пишет? Ингаляционное отравление колеролом. Ну, в общем-то, всё понятно. Саблина подменила ему баллончик, когда он был у неё в гостях. Опа. А это что такое? Что там? Вася, выведи на экран те картинки, которые Алёна Кожухова посылала. Вот. А у Величка вот это вот с порезанной рукой. Уже обратили внимание? Молодцы. А вот чё-то экспертов сказано, что порез был нанесён вечером 17-го примерно в 20 часов. Как так? Картинку же отправили в 15-20. А та картинка с повязкой на руке? Отправлена в 19-го, в 18-15. Сан Саныч, отправляйтесь в офис к Кожухову и займите записи с видеокамер за 17-е, 18-е, 19-е числа. Алексей Алексеевич, я только что была в кафе «Бисквитница» и свидетели подтверждают показания Кожуховой. Да, опознали обеих. Там действительно был такой скандал, что его надолго запомнили. Инна, что тут у вас за приём гадский? Ни одного нормального канала, ни ужастиков, ни криминальной хроники. Мне расчленёнка нужна на ночь. Я без неё не усну. Извини, Алён, антенна плохая. Инночка, а у тебя есть на кухонке топорик? Нет, топорика нет. А если я поищу? Да ладно, расслабься. Алёна, я тут у тебя хотела спросить, можно? Можно. А ты правда можешь сделать всё, что угодно? Практически, да. А ты можешь сделать так, чтобы меня по службе повысили? Легко. В полночь проведём ритуал. Ритуал? Ну, а ты как думала? Без ритуала работают только дешёвки. Но этот ритуал? Он не для слабонервных. Ну, ты не волнуйся. Я тебя до полуночи натренирую. Матильда выяснила, что Кожухов вдыхал от своего ингалятора через полчаса после ухода от саблины. Значит, она поменять ингалятор не могла. У Раисы алиби. Она была в Греции. У нас есть ещё фигуранты в деле? Есть. Мы проверили контакты Раисы Кожуховой. Есть человек, с которым она общается чаще, чем с другими. Это Сергей Меркин. Экстрасенс-астролог. У него частная практика на дому. Как часто они встречаются? Как минимум раз в неделю. В деле появляется ещё один маг и волшебник. Битва экстрасенсов? Того с Кожуховым и Саблиным у нас четыре фигуранта. Давайте теперь выясним их истинное отношение. И как мы это будем выяснять? Начнём с Саблиной и Кожухова. Вопрос, зачем он к ней пришёл, если, судя по письму, он её терпеть не мог? Ну, может, хотел, чтобы отвязалась? Посмотрим. Саша, найди запись видеоглазка соседей Саблиной. Меня интересует время с 16 до 20 часов вчерашнего дня. Это пока Кожухов был у Саблиной? Да. Там нет никого. Я смотрела, там пустая запись. Только счётчики на счете. А мне счётчики и нужны. Скинь запись Матильде и ещё соберите для Матильды все данные, которые нужны для построения модели теплообмена в квартире Саблиной. А Роза Ветров в районе, метеоданная на момент визита к ней Кожухова и планировка помещения. Теплоёмкость стен, теплоотдача бытовых приборов. Да, работайте. Будь сделана. Для ритуала нам нужна земля с могилы самоубийцы. Самоубийца? А, Алёна, а где мы её найдём? Я вообще не знаю, кто здесь похоронен. Не знаешь, людей поспрашивай. У людей? Привет, покойнички. Самоубийцы есть? Тише, тише, тише. Не все сразу. Ишь разгалделись. Один, говорите? Ванька Макаров? А где его могила? Давайте, ведите нас к Ванятке. Ванечка, подъём. Позволь землице взять с могилки? Запрос. Построить модель теплообмена в квартире Саблиной за период присутствия там Кожухова. Проанализировать по видеозаписи скорость вращения диска и её электросчётчика. Включение кондиционера даёт ускорение вращения диска. Определи моменты, когда в квартире автоматически включался кондиционер. Вывожу график. Сопоставь график включения кондиционера с построенной моделью теплообмена. Доложи, если наблюдаются несоответствия. Сделай вывод. Выявлено несоответствие. Одна из пауз включения кондиционера меньше на 2 минуты 3 секунды, чем необходимо по модели теплообмена. Вывод. За этот период по необъяснимой причине внутри квартиры увеличилась теплоотдача от каких-то объектов. Открытием окна это объяснить нельзя? Нет. Пометьте о сводке. В указанный период наружная температура была ниже, чем в квартире. Теперь рассчитай, соответствует ли увеличение теплоотдачи следующему условию. Внутри квартиры двое взрослых людей. Разделись, увеличив этим теплоотдачу своих тел. И занялись работой. И по интенсивности соответствующий сексу. Ответ положительный. А как ты смоделировала их действия? Модель. Это результат анализа 19 605 специализированных сайтов секс-контента. Стоп. Дальше не надо. Антон, Кужухов и Саблина были любовниками. Теперь осталось выяснить, в каких отношениях были Раиса Кужухова и Сергей Миркин. Везите их сюда. Но прежде устроим им небольшую провокацию. Ин, я забыла, как зовут твоя начальница? Татьяна Воробьева. Алена, а с ней ничего не случится? Нет, конечно. Помрет и все. А ты на ее место сядешь. Да ты что, с ума сошла? За что? Ну, мы же не нянечки в детском садике. Мы ведьмы. А ведьмы должны нести зло. Все. Я начинаю. Не надо. Заткнись. Поздно быть боржом. Так, извините, пожалуйста. Извините. Аккуратно. Ничего, ничего. Давай, давай, давай. Это кто тут на кладовке табличку Зотов повесил? У нас что тут? Шутник появился? Я прошу прощения. Давайте, двигайте свою тележку. Давай. Я сейчас вас провожу. Аккуратнее. Не надо. Давайте, давайте. Нет, снижай. Давай. Несомненно, они любовники. Личное пространство у них общее. Реакция отторжения не наблюдается. И я думаю, что их роман в самом разгаре. Мария, допросите Раису. А Миркина ко мне в кабинет. Что у нас получается? Любовный квадрат? Угу. Кожухов Алена и Миркин Раиса. Раиса Артемьевна, а как вы познакомились с Сергеем Анатольевичем Миркиным? Подруга привела, Инна Семенова. Она всех экстрасенсов знает. С детства помешана на всякой мистике. Она меня, кстати, когда-то с мужем и познакомила. И с Аленой. Вы пытались защитить Раису Артемовну и ее мужа от астральной атаки. Как? Ритуал Венториуса? А вы следующий человек. Да. Именно он. Но против адепта тьмы он не всегда работает. Мне нужна Алена Саблина. Так она же сбежала. Выясните, где Инна Семенова. Саблина может быть у нее. Откуда вы знаете? Куда бы ты пошел на ее месте. Семенова очень суеверна. Раиса ее подруга. Тогда Раиса наверняка могла рассказать ей о колдовстве Алены. Вот. И Алена легко может ей манипулировать. Например, заставить ее спрятать себя. Сотова Семенова отключен. Но у нее есть дача. И на этой даче сейчас кто-то сидит в интернете. Сбрасываю оперативникам координаты. Знаете, что этот человек ищет в поисковиках? Способы убить злую ведьму. Так, чтобы она не восстала из мертвых. Так, тогда если Алена там, то ее надо спасать. Инна, развяжи меня. Ты что, сдурела, что ли? Наоборот, в себя пришла. Я поняла, что ты не должна ходить по земле. Ты чудовище. Тебя нужно уничтожить. И я нашла способ. Осиновый кол. В сердце. А потом я подожгу дом. Чтобы очистить землю от твоего присутствия. Инка, ты что? Ну, я же не ведьма. Я все это время прикалывалась над тобой, понимаешь, издевалась. Господи. Но я специально жуть нагоняла, чтобы ты меня выдать не посмела. Я от ментов скрываюсь, потому что кто-то Славку убил. И меня бы отставил, понимаешь? Пока все, видимо. Стоять! В руки! Нам осталось ответить на один вопрос, и дело может быть раскрыто. Зачем Кожухову нужно было, чтобы инициатива развода исходила от Раисы? А может, дело в брачном договоре? Я проверила. Раиса вышла замуж за Кожухова, когда была нищей студенткой. У него был свой бизнес. И обычно в таких случаях в договоре указывают, что если развод происходит по инициативе жены, то она ничего не получает. А если развестись решил муж, то он должен платить жене содержание. Очень интересная версия. Ирина, Ирина, успокойтесь. Возьмите водички. Господи. Я ведь теперь убийца. Я ведь по правде теперь убийца. Я ведь решилась на это. Ну все, все, успокойтесь. Ваше счастье не убили. Уже все. Я больше никогда не буду. Я с мистикой завязываю. Я больше даже на святке. Я гадать не буду. Нет, не буду, нет. Да, брачный договор. Дела у Славика в последнее время совсем плохо шли. Еще он решил ко мне вернуться. Надо было, чтобы Райка сама от него ушла. А кто придумал все это шоу с магией? По-моему, Миркин. Слава решил сначала к нему сходить и денег отвалить. Ну, чтобы он уговорил Райку уйти от Славы. Ну, чтобы он навешал ей там лапши на уши, что звезды не вилят. Ну и все такое. Это дурище меня чуть не убило, представляете? Ну, сами виноваты. Увлеклись. Так что, Миркин предложил встречный план? Ну, Слава тогда пришел очень довольный. Сказал, что Миркин умный мужик. Но план красивый, согласитесь. Конечно. Только они вас переиграли. Да. Слава убили, Райка при наследстве, а меня подставили. Да так красиво, так четко, даже завидно. Вообще-то, ваш план подходит под состав статьи о мошенничестве. Суда вам не избежать. Но я предлагаю, окажете помощь следствию, на суде зачтется. Сейчас привезут подозреваемую. А пока я вас попрошу, подпишите акты, а не разглашение. Подпишу? Мудрецу всегда сложнее в кругу не вешать. Ну да, вот и шеф наш, мудрец получается. А я над ним даже смеялся. Ну, пока не увидел это видео, как предметы летают, призрак. Сквозь стену проходит. Да. Я чувствую здесь неупокоенный дух. Вы готовы вступить с ним в контакт? Попробуем. Здравствуйте. Я судебный врач и немного занимаюсь спиритизмом. Можно посмотреть эксперимент? Милости просим. Дух Ярослава Кожухова, открой нам, кто виновен в твоей смерти. Кровь жаждет отмущения. Алена! Скажи, за что ты меня убила, Алена? Слава, нет, нет. Не отпускайся его ко мне. Нет. У нее удар. Она скончалась. Ну, что же, Сережа? Выходит, дураки мы с тобой были, что фуфлом считали всю эту местику. Славик. Давай, собирайся в дорогу, пошли, что ли. Нет, нет, нет. Славик. Славик, прости меня. Славик, это не я. Это все твоя жена. Это Райка все придумала. Славик, ты отпусти меня. Я ее посажу. Честное слово, я даже знаю, где она колерол этот покупала. Аптеку на Лесной улице, знаешь? Вот, вот там. Да ее там все узнают. Да и там камеры есть. Ты что, меня боишься, что ли? Ведь я же бестелесный. Я тебе ничего сделать не могу. А вот она, другое дело. Взять его. Не подходи, сказал. Всем спасибо. Все свободны. Ну, с исключением вас, разумеется. Хрен я вам уйду. Гоняк терский, жалкий смертный. Опять косарей. Правильно, Антон. Ты уж давай, проставляйся. Что мы тут потратили время и силы на всякие эти ваши голограммы и декорации, имитации голоса. Так что давай, из тебя червонец. Не меньше. Каждому. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...